Друзья, всем привет! Я немножечко удивляюсь, что происходит с этой игрой и в последнее время все хуже и хуже, потому что я, когда играю в глобали или там в больших испытаниях, я очень часто смотрю в Тиви-Рояль, смотрю в профиле топов и беру у них годные колоды. Но что происходит сейчас, это не описать словами, они повергли меня в шок. Давайте я вам просто покажу, что я увидел в Тиви-Рояль. Вот, смотрите, Twin Twin Blades, смотрите, вот, да, игрок? Посмотрите на колоду, ранг 170 место, то есть это топ-игрок, это не обычный игрок какой-то там с низкой арены, это топ-игрок. Давайте зайдем к нему в профиль, теперь он играет в Мортира и плюс Королевский Гигант Spellbait. А до этого играл Королевский Гигант с Гигантом, ну ладно, какой-то там Вася с 9-й арены там взял эту колоду, ничего удивительного. Так это топ-игрок, 2 гиганта в деке, это серьезно, это такая дек, она работает? Окей, давайте еще чуть ниже, ну мало ли, да, фанился парень. Давайте еще ниже спустимся. Вот, смотрите, вот, нут овер. Королевский Гигант с пекой. Королевский Гигант с пекой. Королевский Гигант, так как ощущение, перевернул игру. У него теперь в профиле Королевский Гигант с печки. Я не знаю, ребят, после последнего видоса, когда я выпустил про Королевский Гигант, там было много мнений. И многие со мной не согласны, что Королевский Гигант стал тащить. Я скопировал эти колоды, вот эту и вот эту деку взял. Вот, и сейчас мы проверим их и в глобале. ТВ-Рояль меня расстраивает, и в скором времени, такой вам спойлер, ребята, выйдет рубрика «Мой личный ТВ-Рояль». Я об этом сообщу чуть попозже, все подробности, вот, потому что, ну, этот ТВ-Рояль, который у нас сейчас, он меня в корне не устраивает, и его пора менять. Потому что, ну, какой Королевский Гигант с гигантом? Ну, я сейчас возьму свои слова обратно, и все это дека будет тащить. Окей, поехали. Гигант с Королевским Гигантом. Ну, камон, ну, я многое видел, ну, Королевский Гигант с гигантом. Спасибо, спасибо ТВ-Рояль. Ой, господи. Ну, и по поводу Королевского Гиганта, значит, ну, честно, да, он не стал таким сверх, там, популярным, хотя нет, насчет популярности тут можно еще поспорить. А вот сверхим бой он не стал, однозначно. И есть, конечно, придирки к нему, но добавили ему много. Добавили ему много, но он как был вроде говном, некоторые топы говорят, так и остался. Окей, пускай будет так. Но, так, ё-моё, я хер знаю, ребята. Вот чё, вот чё, как этой декой играть? Ну, вот, смотрите. Ну, у меня дека, правда, ой-ой-ой, тычку. Найс, он сделал тычку и 2800 хп осталось на вышке. Окей. Вот, моё мнение, что он все равно силен и стал еще сильнее. То есть, на низких кубках я однозначно буду делать себе проект с этой картой. Вот, я вот просто сейчас единственное, что в поисках колоды. Вот, так, бревно давайте. Так, и одну тычку. Найс, вы видели? Отлично. Вот. Буду по-любому играть с королевским гигантом на своем новом твинке, но об этом чуть попозже. Я думаю, через дня 3-4 я создам нового твинка. Вот. Надо подобрать будет идеальную колоду. Кто играет тоже с королевским гигантом? Напишите, как вам он и какие у вас есть те крутые колоды, может быть, посоветовать мне. Ну, давайте сольем гиганта. Блин, мне интересно, как там соперник вообще себя чувствует? Нормально? Смотри. Ой, бля, что это за гей-парад? Ой, остановите это, просто безумие. Я не могу. Королевский гигант с гигантом. Господи. Мои глаза теперь видели все. Так, бревно и разряд. Хорошо. Ну, слушайте. Ну, я его прессингую, как-никак. Смотрите, у него одна... А, нет, что, мини-пека, у него еще принц есть, да, на деф? Ну, только он сейчас просрал принца своего. Оп, и... Если я здесь выиграю, это просто, я не знаю... Мне кажется, рандом. Я не могу здесь выиграть. Но я почти снес вышку. Так, окей. Допустим, используем разряд. Ну, да, соперник тут, конечно, такое себе чудит. Без бояда, тихо! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ты посмотри, что он делает. Ну, тут фаер. Блин. Королевский гигант с гигантом. Сейчас еще будет королевский гигант с пекой. Блин, ну, это то же самое, что королевские свиньи с хогом. Ну, это несочетаемые вещи. Несочетаемые. Блядь, ну, это в Тиви-Рояль. В Тиви-Рояль нам... Это, знаете, как новости по телевизору. То есть нам это... Нам это говно предлагают. Вот. И, ну, типа, как не взять эту колоду? Ну, это же... Смотришь, типа, топ играет с ней. Типа, ну, ты же равняешься на топов, да? Но когда видишь этот бред, то тебе становится... Складывается такое мнение, что ты разбираешься лучше, чем топы в колодах. Я не знаю. Ну, ладно, опять же. Пусть я буду... Пусть я ошибаюсь, и эта колода тащит, и... Всё такое. Да, я выиграл, но это еще не факт, что эта колода тащит. Мы сейчас проверим. Мы сейчас еще вернемся. Спарки. Спарки с гигантом. Ну, конечно, с пекой будет попроще. Попроще выигрывать гигантов. Все-таки это пека, контр-гиганту, как по мне. Хе-хе-хе. То есть, все равно коргик. Да. Меня так это веселит. Я не знаю, что. Давайте сольем бревно. Не знаю, что-то мне хочется слить бревно. Так, давай. Ай. Ай-яй. Копейщики. О, фаербол. Фаербол. Пам. Фаербол. И, блин, печку криво поставил немножко. Ну, похер. Я же играю коргик с пекой. Че мне? Че мне? Давайте, смотрите, еще вот так вот сделаем. Оп. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Миньончики, не лезьте ко мне, пожалуйста, не лезьте. Так, отлично. Ай-яй-яй. Так. Ну, в принципе. Я не знаю. Я не могу серьезно комментировать свой поединок. Ничего вроде такого смешного, да? Ну, блядь, мне смешно, пиздец. У меня коргик с пекой, блядь. Я эту колоду не сам придумал. Серьезно. Ой, блядь. Извините меня, ребят. Извините за неадекватность. Так, давайте будем серьезными. Вот, хотя это невозможно. Так, ну давайте здесь копейчики. Блин, ну тут бы разряд пригодился, конечно. Оооо, забайтил на фаер, забайтил. Вопросов нет. Сейчас, наверное, будет этот, варвары, варвары. Так, ну, минус пека, да? Минус пека. Ставим печку, ставим печку. Так, ну, в принципе, неплохо. Давай, 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 давай. Так, так, варвары. Ну, есть варвары. Поехали, поехали, поехали. Оп. Под духами сейчас. А, ну да, еще стрелы. Ну, неплохо, неплохо. Сейчас Коргик выдаст твой урон. Ай, отлично, отлично, блин. Я начинаю, начинаю, ребята, заблужаться в том, что я играю нормальными колодами. Видимо, вот нормальные колоды. Коргик с пекой. Ну, ладно. На самом деле, я понимаю, что я невысоко сижу, поэтому вот так вот легко выигрывать. А может и правда, может что-то в этом есть, блин. Херен знает. Бревно и фаер. Ай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты сдохни, сука, сдохни. Ты сдохни уже, Спарки, сдохни. Бля, что она так долго живет? А Пека, кстати, тоже долго живет. Вы видели, сколько Пека урона пережила? Так, здесь у нас миньоны. Здесь у нас копейщики. Здесь у нас Пека. Пека. Ай-яй-яй-яй-яй, им пропустили гиганта. Ай, пропустили гиганта. Нельзя пропускать гиганта. Так, хорошо. Оп-оп. Найс. Ну что, осталось нам выбросить королевского гиганта. Подвинуть сейчас варваров. Вот так вот сейчас будут варвары. Подвигаем варваров. Королевский гигант, надеюсь, хотя бы тычку сделает. Что его варвары дефают. Полностью не дефают. И добиваем фаерболом. Бля, кто выиграл. Слушайте, ну мне вторая колода понравилась больше немножко, чем первая. С первой я вообще не согласен. Типа, ну камон. Гигант с королевским гигантом. Ну пека с королевским гигантом. Еще что-то, знаете, еще что-то есть. Давайте последнюю катку. Чтобы я надеюсь, я проиграю. И тогда все станет на свои места. И я типа, ну все, окей. Это просто, это рандом. Это просто говно. И это просто был тест колоды. Вот. Ну топы однозначно сошли с ума. Просто с этим коргигом. Я вчера, когда зашел киви-рояль, я охренел просто. Ну ладно, когда там его бафнули, всем интересно. Что же он там из себя представляет. Но сегодня, сегодня продолжается этот флешмоб. Все играют с коргигом. Хотя, опять же, я не вижу в нем такого. Ну блин, у меня голем больше по душе, серьезно. Голем мне больше нравится. И с големом у меня лучше, больше получается играть. Вот. Ну так, блядь. Слушайте, это ж надо. Это ж надо сейчас с королевским гигантом проигрывать арбалету. Не, ну это ж надо так. Ну я еще не проиграл. Погодите, погодите, погодите. Так, хорошо. Все, разошлись. Так. И тычка. Оп, хорошо. Пау. Еще раз. Пау. Найс, вообще прикольно. Две тычки сделал. И нанес то же самое, что он арбалетом. Ну все, у меня коргик, у него арбалет. Я думаю, что джи-джи, вп. Но. Но, но, но. Естественно, он же не дебил. Он не будет ставить арбалет, сливать, пока у меня есть коргигант в руке. Вот. Но я тоже не дебил, поэтому у меня есть пека. Я ж не дебил, у меня есть пека. Давай я ру просто. Так. Ну слушайте, слушайте. Я думаю, что королевский гигант там можно кинуть за пекой. Правда? Я не знаю. Наверное. Я не автор колоды. Я не автор колоды. Так. Жаль, разряда нету. Очень жаль. Но пека живет. Пека живет. Хотя мне надо было, чтобы коргик жил, а не пека. Да. Надо было, чтобы пека принимал урон. Ну херен с ним. Ладно. Слушайте, мне кажется, что он прокрутился уже до этого. До арбалета. Нифига, пека, давай тычку. Нифига, я охерел бы, если бы пека тычку сделала. Ну все, двойной эликсир. Так, кидаем фаер на его арбалет. Я так понимаю, у него нет тесла, да? Это проблема для него однозначно. 100% для него это проблема. Так, здесь давайте копейщиков восплитить. Здесь бревно. Но он понимает, что ему смысла нету ставить арбалет. Да и он его и не поставит. Я ему и не дам этого сделать. Это бессмысленно делать. Вот, сливаем, короче, вот так вот печку. Так, ставим пеку сдалека. Скорее всего сейчас будет слева арбалет. Да, я угадал. Но мы поставим королевского гиганта, который не даст арбалету нанести нам урон. Мы даже можем еще так вот подвинуть всех, чтобы не мешали нам. Так, найс. Давайте летучих мышей. Так, в принципе, неплохо. Хотя, говно. О, слушайте, 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 слушайте. Так. Ну что? Я думаю, что сейчас прорвемся. Я не знаю, ребят, это, конечно, бред, но я его выигрываю. Но опять же, была бы у него Тесла, хрен бы я так выиграл. А вот! А почему? А в чем прикол? Почему Тесла не использовалась на королевского гиганта? Ну все, тычка, и мне там осталось фаерболы. На! Ой, блядь, я не верю. Что? Мир сошел с ума. Эти деки тащат, ребята. Я расстроен, потому что я хотел проверить эти деки и бомбить на ТВ-Роял. Типа, пацаны, что за говно? Что ТВ-Роял нам подсовывает? Ну, блядь, я выиграл. Причем все три катки. Ой, пускай это будет случайностью. В общем, ребят, напишите в комментариях, как вам королевский гигант и стоит ли делать с ним новый проект. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Желаю вам удачи, хорошего настроения. Не проигрывайте королевским гигантам. Вот, и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, сегодня у нас будет стрим по Клэш-Роялю. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok